приходит клиент неадекватный да вот куда от него спрятаться куда ну конечно вы можете там нажать какую тревожную кнопку как вы это можете сделать но пока вы будете это выяснять какие-то отношения да вы уже можете морально повредиться лучше конечно сразу бежать но не все психопаты конечно же сразу нападают с кулаками и не всегда понятно кто перед нами стоит но важно что когда психопат начинает говорить какой-то бред какой-то словесный салат какие-то упреки претензии необоснованную критику то самое главное не погружаться в его бред не погружаться то есть стараться как-то абстрагироваться может надеть даже уши на ушки слушать музыку но не погружаться не воспринимать его фантазии за реальность потому что иначе мы тоже будем заражаться бредом психопата хочу прочитать свою статью которую недавно я опубликовала находясь во взаимодействии с психопатом нарушен человеком вы погружаетесь в его реальность а реальность психопата такова мир черно-белый всюду враги отсюда постоянные тревоги неуверенность в себе психопат говорит такие слова которые приводят совершенный шок здорового человека и вы осознаете что это бред ну кстати говоря не всегда осознаете но из-за того что бред никак не связан с реальностью вы крутите в голове эти мысли и пытаетесь понять ну грубо говоря разложить все по полочкам в голове то что не складывается что мы так устроены нам хочется разгадать загадку нам хочется сложить пазл так нас со школы учили что если есть что-то непонятное нужно это решить и понять да но что касается психопата мы должны понимать что там до конца все равно не понять ну как можно понять то что нелогично и то что не имеет никакой за собой реальности и почву под ногами скажите пожалуйста если бы вам на работе сказали надо место заслужить чтобы вы делали после такого кто сказал во первых кто сказал что место надо заслужить если вы уже на этой работе то значит вас уже приняли на эту работу значит вы уже подписали какие-то договоры контракты значит вы уже это место имеете по праву давайте я дочитаю вы крутите в голове эти мысли пытаетесь понять а понять их невозможно бред проникает ваши нейронные связи остается на долгое время почему важно полностью за закрывать контакт с вот таким с психопатом чтоб его бред не стал вашей реальностью не изменил вашу личность во первых вам не стоит погружаться в этот бред и анализировать когда видите что человек пришел с крайней агрессии не нужно его слушать конструктива там все равно нет его цель не донести мысли а привести вас в определенное состояние где он доминант нужно понять цели человека который пытается например на вас орать и пытается вас критиковать без каких-либо на то причин и без аргументов человек просто хочет вывести вас на эмоции он просто хочет заразить вас своей тревогой он хочет контейнировать вас свой негатив ему абсолютно без разницы что вы дальше ответите никогда не надо с психопатом оправдываться если мы начинаем оправдываться мы уже проиграли понимаете и мы уже начинаем погружаться в его вот этот фантазийный мир переопределить нашу реальность вот цель психопатом психопат словно ребенок требует что весь фокус внимания был на нем для этого они орут ругаются ну так же как ребенок который младенец на для чего ребенок орет все к нему прибежали дали ему внимание то же самое психопат он орет просто для того чтобы его держали чтобы он был в центре внимания что весь фокус был на нем понимаете ошибка будет в том если вы поведетесь поставить его в центр своей жизни с его бредом то есть его поставите в центр они вашу жизнь не ваши цели по жизни мы же еще можем видите вот когда мы начинаем погружаться в бред психопата он нам навязывать свои установки свои цели вы уже забываете куда шли зачем шли что вам в жизни было нужно и так далее вы начинаете делать что-то то что нужно психопату они вам сами ваши цели ну цели в принципе здорового человека это счастье здоровье спокойное состояние но если вы верующий человек ваша цель еще и обретение как говорится царства небесного в сердце да и соответственно когда вы погружаетесь в чужие цели такого деструктивного человека как психопата вы теряете свои цели вы теряете покой в душе вы теряете равновесие вы теряете благодать святого духа если мы говорим о православном человеке вы погружаетесь в его от оставайтесь там где свет ваше состояние счастье и радости если конечно у вас она есть я надеюсь что многие здесь на канале все таки стремятся в жизни вот к таким вещам правильным светлым позитивным надо понять что все что говорит психопат это ложь психопат это все равно что радио приемник от сатаны не побоюсь этого слова а сатана это клеветник следует им то что говорит психопат это тоже сплошная ложь и зачем в эту ложь погружаться ну конечно они такие манипуляторы что могут погрузить неудивительно что мы начинаем погружаться что мы ведемся на это на все если он агрессивен и угрожает если он агрессивен и угрожает надо просто бежать если есть такая возможность если вы не в замкнутом пространстве которая закрыта бежать вызывать полицию здравствуйте в магазине покупатель устроил моей коллеге скандал потому что он был второй в очереди просил вторую кассу открыть ради него одного ну вот типичный представитель скорее всего ведь он же должен быть первый всегда везде понимаете этот ребенок считает себя ну в кавычках ребенок что он пуп земли все должны только его обслуживать его обихаживать других как бы людей нет на свете только он все остальные это его предметы для его комфорта вот знаете когда человек приходит вашу жизнь с постоянным желанием вас оклеветать нанести ущерб вашему душевному состоянию то мы должны смотреть на этого человека как на больного но он и есть собственно больной вот чтобы вы сделали если бы на улице к вам подошел человек и начал бы говорить что он из прошлого зовут его александр сергеевич пушкин и заставлял бы вас послушать его стихи ну чтобы вы сделали вы бы наверное отошли и просто бы не стали слушать вы бы понимали что тут человек не в себе и человек неадекватные можно от него ждать все что угодно да а вдруг он через минуту ударит вас по голове зачем так рисковать своей жизни но дело в том что когда к нам подходит человек и начинает внушать нам что ты плохая или ты плохой или какие-то оскорбления произносить в более например интеллигентной форме да если например это нарцисс то они могут использовать какую-то интеллигентную форму такую чтобы нанести оскорбление у них часто еще комплименты бывают с двойным смыслом то есть с одной стороны вроде бы хороший что-то гречет но следом в догонку говорит какую-то гадость и вы начинаете поэтому дальше слушать человека пытаться понять его а там ничего понимать не надо там нужно понимать что вода ты человек больной отошли от него и идем дальше своей дорогой если вы остаетесь дальше слушать если вы слушаете оправдываетесь не уходите то значит нужно заглянуть внутрь себя и подумать а почему я так сильно не люблю себя что остаюсь там где мне плохо почему я доказываю вот этому больному человеку что я хорошая девочка или что я хороший мальчик если вы остаетесь и дальше все это терпите возможно так приучили в детстве возможно другого поведения в жизни и не наблюдали и не с чем сравнить но это все тоже поправимо то есть когда мы начинаем устанавливать свои личные границы в жизни хотя бы задумываться о том а что такое плохо что такое хорошо как с нами можно как с нами нельзя то все равно мы начинаем фильтровать таких людей своей жизни и понимать что даже если у вас было такое детство с большими травмами то это не означает что теперь каждый второй имеет право над вами издеваться когда видит что пропускаем ему ушей начинает орать так что стены трясутся кто-то на вас начинает орать так что стены трясутся не отойти не уползти не могу вас там что в заложниках держит вас привязали к батарее почему вы отползти не можете мы живем в двадцать первом веке рабство отменили никто никого не имеет права удерживать и запирать в каком-то пространстве понимаете это ваш сын а сыну сколько лет другой вопрос ну хорошо вы инвалид я вам сочувствую но понимаете когда мы хотим мы можем изменить свою жизнь даже таких обстоятельствах если конечно мы будем прикладывать усилия потому что вы такое не заслужили сын получается за вами ухаживает вот мне не нравятся такие разговоры которые которые знаете вот так вот я вытягиваю информацию жду по сообщению вы сразу же обрисуйте всю картину хотя бы как-то минимально чтоб я понимал что у вас там происходит потому что вы мне такое пишите агрессивен угрожает у меня лично картинка складывается что вот помещение где вас взяли в заложники вы сидите и не можете выйти но ведь это не так даже если вы инвалид никто не имеет права держать вас в заложниках надо как-то устроить свою жизнь так чтобы над вами не издевались это как минимум незаконно тем более если есть уже угрозы вашу сторону если человек угрожает вам то что у вас например убьет но это все ненормально там пустота владелина пишет да правильно там пустота господи что у меня там с улицы доносится я говорим о психопатах у меня с балкона такой мат такое ощущение что живем просто в зомби апокалипсисе что я я жду дальше сколько лет сыну раз уж мы начали до про вас говорить сколько лет сыну почему в таких обстоятельствах нет возможности разъехаться вы от него зависите или что дальше объясните пожалуйста раз уж вы начали писать потому что я человек эмпатичный я тоже так не хочу двумя словами отделаться и дальше очень многое зависит от того хотим ли мы изменить свою жизнь понятно что каждый из нас привык к той зоне комфорта даже если она некомфортна 40 лет сыну 40 лет сыну вы можете себе представить это не ребенок уже давно это уже давно не ребенок с ним надо разъехаться и как-то решить вопрос если вы как бы инвалид опять же какой вы инвалид ходячий ли вы человек или не ходячий в чем у вас инвалидность заключается можете ли вы себя минимально обслужить почему так получилось что вы с ним все еще в одном помещении находить если возможность разменять эту квартиру если он там прописан здесь много нюансов понимаете и все это на самом деле нужно решать решайте что то делать потому что оставаться там нельзя вот в тех обстоятельствах которые вы обрисовали здесь даже вот по этим трем-четырем сообщениям выученная беспомощность love пишет на из выученной беспомощности тоже есть выход если мы захотим если мы начнем предпринимать усилия юлия пишет приветствую вас от от всего сердца я тоже приветствую вас от всего моего сердца и так мы сегодня говорим что такое бред психопата мы должны понимать что если мы общаемся с деструктивной какой-то личностью то в его словах нет правды это вас вообще никак не касается человек говорит про себя это не про вас вот например пришел ваш супруг домой и говорит ты мне изменила или ты мне изменил да ты мне точно изменил и доказывает вам начинает орать а вы вообще не понимаете в чем проблема в чем дело о чем он говорит давайте разбираться о чем он или она говорит грубо говоря человек переводим на русский он пришел или она пришла и говорит я изменила я изменил вот когда с такой претензии к вам абсолютно не аргументированно обращаются начинает орать человек говорит про себя он будет я изменяю тебе вот это факт скорее всего факт особенно когда это с таким напором идет просто понимаете в основном людям проще переложить вину на другого и тем самым снять себя ответственности ведь если он себе внушит такую мысль что это вы плохая или вы плохой то тем самым ему становится легче дальше изменять и поэтому психопат видит такую картину мира что все вокруг плохие а следовательно что следовательно ему все можно если все плохие если все вокруг негодяи значит можно всех бить значит можно убивать значит можно изменять и так далее по списку это же просто гениальная формула то но никакой гениальности на самом деле там нет как это доказать вот это еще один крючок за который мы часто цепляемся зачем вам что-то доказывать до психопату и нарциссу ничего не надо доказывать потому что он сам прекрасно все знает его собственно и бесит больше всего то что вы хорошая или то что вы хорошие и то что вы умеете любить и что вы умеете прощать и что у вас доброе сердце вот собственно это его и бесит понимаете а вы пытаетесь еще сильнее доказать что вы хорошая он вас за это ненавидит что-то постоянно доказывать пытаться быть лучше и так далее и тому подобное потом еще знаете что начинается вот что касается измен ну хорошо вот вы все-таки нашли этого человека с которым он изменяет начинаете опять же впадать в другую крайность начинаете себя сравнивать а почему изменил а может быть я в чем-то была не права может быть я недостаточно заслужила может что-то не так сделала поэтому он или она изменяет да начинаете устраивать может быть какие-то переговоры с этим человеком который с ним собственно был да это все бессмысленно не будет этого человека будет другой человек что вы с каждым будете выяснять отношения с кем он там изменяет например да надо просто уходить и все как его обличить перед самим собой смысле перед самим собой для для себя самого вы имеете ввиду для себя самой обличить я не очень поняла ваш вопрос юлия объясните пожалуйста вроде бы все на русском разговариваем но не понимаем друг друг что удивительно а я еще куда-то там на англоязычную аудиторию хочу дальше говорить нам бы тут с вами как-то контакт наладить а то есть все таки перед перед собой обличить чтобы доказать самому себе да что да действительно он кто он психопат а вы имеете ввиду все таки ему его обличить так сейчас очень важная информация если вы общаетесь с психопатом особенно с психопатом прям ярким психопатом никогда ни в коем случае не обличайте его это опасно опасно для вашей жизни вы этот для самого себя и всех поняли хорошо следующий шаг что бежать а не стоять и обличать его чтобы он вас по голове треснул никаких обличений никаких разговоров если вы допустим живете вместе еще пока не представилась вашим возможность уехать но не всегда так получается раз за один раз изменить свою жизнь за один день допустим у вас там такие обстоятельства разные обстоятельства то вы даете себе какой-то срок например там два месяца копите деньги тихонечко собираете вещи еще знаете так собираете чтобы это не было явным чтобы собрались уходить и с ним или с ней никаких разговоров о личной жизни никаких выяснений отношений вы уже поняли кто перед вами вы поняли что это опасный человек у меня такое ощущение что вы даже не понимаете этого до конца ну психопат и психопат а как его обличить зачем его обличать ваша цель сохранить свою жизнь и жизнь допустим своих детей потому что она в опасности человек неадекватен человек агрессивен человек может быть уже замахивается руками орет на вас какие там могут быть обличения я понимаю что многие в адреналиновой зависимости находятся и как бы трудно уйти у кого-то там вынуждена вот это вот беспомощность выучена и так далее и тому подобное но все равно мало по малу шаги тот кто хочет он предпринимает и выходит из этой зависимости и потом я не договорила в тот момент когда вы собираете тихонечко вещи да у вас должна быть тактика такая серого камня никаких эмоций вроде бы как все хорошо вы транслируете человеку что все нормально а потом резко уходите желательно вообще в другой город если это действительно яркий агрессивный опасный психопат который вам уже угрожает от чего может быть адреналиновая зависимость почему появляется адреналиновая зависимость появляется тогда когда человек вас раскачал на эмоциональных качелях как это в жизни происходит вот например один день все хорошо у вас просто сказка второй день раз человек пропал ни слуху ни духу на звонки не отвечает потом раз появился все нормально никаких объяснений никаких извини и или такое что один день человек я тебя люблю ты жизнь моя без тебя не могу прожить и дня потом на следующий день этот же самый человек вам ты тварь такая не люблю тебя ужасный ты человек разведусь с тобой и у вас адреналин в кровь естественно неопределенность и если это происходит постоянно например вы уже с человеком в отношениях год и он это проворачивает периодичностью часто то у вас возникает уже потребность в этих ярких эмоциях мы думаем что это любовь это какой-то знаете вот сериал уже еще многие из нас выросли на таких сериалах да вот недавно я рассказывала психологический разбор сериала клон как там вроде бы у жади там что-то начинает налаживаться потом опять все плохо все хорошо все плохо один день вроде бы можно и подумать что это хорошая семья второй день все летит к чертям простите меня и ты думаешь что это наверное это и есть любовь это какие-то высокие чувства и организм наш уже сам просит наш организм новую дозу вот этих ярких эмоций поэтому если сейчас вам дать какого-то здорового партнера который и сегодня любит и завтра любит и если вы договорились встретиться с ним в 12.00 он приходит в 12.00 и если вы с ним о чем-то еще договорились он все это делает только если знаете вот какие-то бывают непредвиденные обстоятельства человек последователен от человека знаешь что ожидать человек адекватный то вам покажется что это как-то скучно неинтересно и там нет каких-то таких вот высоких чувств это если у вас адреналиновая зависимость если вы не работаете над этим нам нужно понять вообще что такое любовь для начала что любовь это не вот эти вот гормоны которые нас бросают во все стороны любовь это в первую очередь безопасность ну как минимум безопасность определенность когда ты знаешь что будет завтра с этим человеком конечно мы не знаем что будет завтра мы не знаем вдруг завтра землетрясение будет да но что касается наших отношений ну не бывает такого в здоровых отношениях чтобы раз и все как бы полетело прахом но если оно полетело прахом то тогда значит это конец отношений а не так что сегодня все ужасно завтра все прекрасно ужасно прекрасно то есть там везде крайности в здоровых отношениях тоже бывают конфликты безусловно но это какие конфликты это когда вы в чем-то например не согласны вы сели вы можете спокойно поговорить на тему вы можете даже и поругаться хорошо и такое бывает вы можете даже сругнуться ну бывает мы все живые люди но не до такой степени там чтобы бросать друг друга чашками не до такой степени чтобы замахиваться руками да и угрожать друг другу это уже не про любовь точно зачем быть рядом с человеком который вам угрожает здесь вообще не про любовь надеюсь я ответила на ваш вопрос Юлия добрый день с первого раза не уйдешь возвращают не один раз пока сама не скажешь себе это точка невозврата последние конечно часто так бывает что и у жертвы бывают откаты и психопат пингует возвращает но понимаете да это такой тоже этап который нужно пройти это борьба но если мы честно ставим себе цель выйти из таких отношений мы не должны бояться этих откатов этому всему все равно есть какой-то конец конец в том плане чтобы хотя бы не видеться с этим человеком понимаете а так периодически откаты они будут у вас тоже не будьте в иллюзиях что у вас потом будет все так прекрасно и вы забудете про этого человека откат это тоже знаете это наш организм в основном тоже нам как бы дает о себе знать да что вот сейчас тебе нужна новая доза жизнь кажется какой-то пресной у меня у самой бывают периодически такие откаты я вам на прошлом эфире рассказывала как я с ними борюсь надо просто если уж есть какая-то потребность в адреналине да и вы ее до конца не можете в себе преодолеть действительно трудно если вас подсадили да это все равно что если курильщик бросает сигареты все равно периодически будет искушение например какие-то и захочется взять сигарету в рот но человек который положил себе цель бросить какую-то зависимость он будет бороться он может себе говорить да вот это не полезно это полезно отсекать эти мысли от себя худые помыслы искушения поэтому вы должны себе как бы такую цель поставить что все что угодно но я не вернусь уж лучше я себе адреналин дам каким-то другим способом если уж прям сильно какая-то ломка пошла что вот хочется опять встретиться хочется опять получить этот взрыв эмоций когда не знаешь что завтра когда человек то любит то называет тебя каким-то страшным словом да то вы можете там включить фильм ужасов например абсолютно бесплатно получить адреналин без каких-то последствий серьезных для себя как прервать виртуальную зависимость человеку а что там за человек по которому у вас виртуальная зависимость но в интернете проще всего прервать виртуальную зависимость блокируете человека и все если это действительно какой-то плохой человек если это какой-нибудь нарцисс или психопат заблокировать если это настолько сильная зависимость что у вас такой процесс происходит что сегодня заблокировали потом разблокировали вас шатает во все стороны но тогда аккаунт свой удалите в той социальной сети где вы общаетесь если мы хотим мы будем предпринимать усилия да бывает так что мы падаем встаем снова поднимаемся это тоже процесс естественный для человека который борется со своей зависимостью главное не сдаваться и не опускать руки ольга пишет я вообще без отношений уже два года потому что попадались только судаки это вы так заувалировали слово какое-то нехорошее судаки вам первое отношение в моей жизни тяжелые которые постоянно в эмоциональных качелях это моя мама эти отношения у меня продолжаются мама продолжает продолжает вести себя так же а я работаю с психотерапевтом а почему у вас отношения продолжаются с мамой если она деструктивная может быть вам какой-то не очень хороший психотерапевт попался просто понимаете можно вообще отдать кучу денег например на то чтобы наладить отношения с мамой можете год об этом разговаривать психотерапевтом о том как угодить маме психопату но вы никогда не угодите вы можете иногда такие практики странные дают напиши тысячу раз прости мамочка это мне мои клиенты рассказывали которые побывали у таких психологов но если мамочка психопат друзья мои на прошлом эфире вчера вечером я на эту тему говорила про то что такое родной человек посмотрите пожалуйста что такое родной человек особенно если вы верующие кто для вас родные вот у нас православие есть такое хорошее обращение братья и сестры мы обращаемся вот с таким выражением кому к людям которые близки нам по духу с нравственными принципами такими же как у нас которые как и мы стремятся к небесному отцу нашему работают над собой одной веры вот это наши родственники настоящие родственники по духу а если человек даже если он родной по крови но он абсолютно безнравственный и причиняет вам жизни постоянно бред страдания издевается это не родной человек часто так бывает что жертва обращается к психологу в то время как ее садист считает себя нормальным так так можно и десять лет работать с жертвой пусть она меняется становится еще лучше ей психолог будет говорить о том в чем она не права еще и садист который домашний вот этот вот будет говорить в чем она не права и что дальше то дальше ничего ничего не изменится поэтому настоящий хороший психотерапевт первым делом вам посоветуют прекратить общение с деструктивной личностью если это действительно деструктивная личность не тратьте свои деньги почему вам своих денег не жалко а то что вы два года одна в этом нет ничего страшного есть такое хорошее выражение о амара хаяма чтоб мудро жизнь прожить знать надо на немало два важных правила запомни для начала ты лучше голодай чем что попало есть и лучше будь один один чем с кем попало поэтому если вы один это еще не самое страшное что может быть в жизни а может быть даже и прекрасно появится какой-то хороший друг на горизонте прекрасно не появится хорошо в конце концов наша вторая половина это Иисус Христос если мы верующие люди вот наша целостность нашей личности когда мы приходим к Богу будет как говорится претендент достойный на ваше сердце почему бы и нет не будет не надо расстраиваться и не надо бежать за первым встречным лишь бы поставить для себя какую-то галочку что у меня все в личной жизни как у всех я не могу от мамы отказаться что значит от мамы отказаться вы почему свою маму рассматриваете как ребенка которого вы отдаете в детский дом вот это уже о чем-то говорит вот даже вот это само по себе выражение отказаться от мамы да во первых оно вот для меня лично вот как вырисовывается о том что ваша мама настолько сильно внушила вам чувство вины и ответственность за себя саму что скорее всего детство развивалось так что вы как будто бы были ответственны за свою маму больше чем она ответственно за вас и это все продолжилось дальше уже даже в вашем возрасте когда вы стали взрослые вы все еще чувствуете ответственность за свою маму а она психологически например как трехлетний ребенок и она продолжает видимо вам это внушать поэтому у вас такое ощущение такое яркое да мне нельзя отказаться от своей мамы ну она что пропадет без вас она не сможет себя накормить что будет то вот как вы себе это как кошмарный сон какой-то представляете это взрослый человек мы просто прекращаем общение вот и все ничего больше мы не впадаем в ненависть мы не злословим за спиной мы не делаем какие-то гадости человеку что же в этом плохого то вы все видите очень многие в том чтобы просто прекратить общение и перестать заниматься мазохизмом если человек вам вредит мы же ему ничего плохого не делаем то что мы перестаем общаться это вынужденная понимаете такая вот ситуация может быть в другой ситуации вы бы поступили иначе я понимаю что у вас доброе сердце что вам хочется маме помочь и так далее но если бы человек был немножко другой вы бы естественно имели бы возможность проявить свои самые добрые качества к этому человеку но понимаете если человек с психическим расстройством то как бы вы ни старались выходит всегда все плохо поэтому нужно не наступать на одни и те же грабли сделать вывод в жизни правильный вот видите вы подтверждаете мои слова что постоянно в чувстве вины ответственности за нее понимаете вы должны понять что ваша мама это не ваш ребенок что вы у вас уже по идее вот понимаете в жизни часто так бывает что когда мы сепарируемся от родителей у нас наконец-то налаживается и своя в том числе личная жизнь потому что у многих людей которые не могут сепарироваться вот здесь на голове написано я занят если это мальчик сорокалетний то у него здесь написано я женат у него это на лице прямо написано потому что он он всегда бегает мама ему сказала сходить туда то он пошел у него нет времени у него сердце не свободно понимаете не свободно он психологически женат например на своей маме какие там личные отношения там жена будет сбоку припеку и бантик посерединке или сбоку понимаете о чем я говорю поэтому когда мы сепарируемся от родителей мы наконец-то открываем себе двери в мир чтобы новых людей впустить в жизнь чтобы попробовать свою семью создать а вы получается вот на этом моменте застреваете вот в этом чувстве вины в долге бесконечном пытаетесь постоянно заслужить любовь мамы хотя бы уже как бы должны уже свою энергию пускать на то на свое саморазвитие понимаете мама она вас вырастила не для того чтобы вы сидели вот рядом с ее юбкой да и продолжали сосать грудь родители же не для этого нас растят для того чтобы мы дальше шли чего-то добивались строили свои семьи понимаете а почему вы думаете что цель жизни состоит в том чтобы доказать маме что я хорошая девочка родители здоровые они априори любят своего ребенка априори даже еще до того как он чего-то в жизни добился ищу работу потому что мама содержит меня ну вот видите да картина у меня вырисовывается такая что мама ваша вас сделала беспомощной специально потому что это тоже выгодно чтобы человек никуда не уходил чтобы был всегда рядышком поэтому у вас работы нет потому что вот не произошла эта сепарация вам трудно выйти в мир вам трудно что-то новое начать тут вот это вот зона комфорта где вроде бы все понятно и ясно но пора уже тем более что вам 43 надо бросить вызов самому себе и сказать что я смогу я попробую даже если у меня не получится но я попробую почему они выбирают хороших выбирали бы худших себя и радовались вот вот ольга посмотрите еще мой предыдущий эфир потому что у меня получается так что я второй эфир говорю одну и ту же мысль и у нас это уходит на полчаса вам спасибо у вас обязательно ольга все получится верьте в себя и в бога почему они выбирают хороших выбирали бы худших себя и радовались давайте порассуждаем почему они выбирают хороших давайте порассуждаем с точки зрения богословия с точки зрения психологии это не так интересно как мне кажется а вот с точки зрения богословия очень интересно вот смотрите если взять мою гипотезу о том что в этих людях живут бесы почему бесу принципиально искушать именно тех людей которые стремятся например в жизни к добру к нравственности каким-то высоким идеалом почему бесы хотят именно таких людей затащить в свой плен потому что остальные уже в их плену потому что они уже лежат в луже чего его лишний раз искушать он уже искушенный а интересно искушать тех кто находится вот на этой стадии когда он поднимается к богу когда он пытается измениться когда человек борется со своими страстями вот таких людей очень интересно соблазнять для беса а потом радоваться если получилось соблазнить если получилось сломать если получилось довести до такой стадии деградации в которой сам психопат находится да мы же когда начинаем отношения с психопатом очень медленно медленно но спускаемся до его уровня развития например если вы были человеком уравновешенным спокойным то в конце таких отношений вы сами будете орать сами будете постоянно в тревоге будете сами в каких-то своих вот этих вот панических атаках и так далее и тому подобное можете передать привет васи васильевскому тим а кто это такой мне вот тоже интересно кому я привет передаю после последнего бывшего у меня начались панические атаки но это и не удивительно потому что мы все равно заражаемся тем состоянием того человека с кем мы общаемся особенно если долго общаемся поэтому мы должны избирательно подходить к кругу наших друзей наших знакомых если вы просто посмотрите наперед да вот вы с кем общаетесь вы можете стать таким же человеком вы хотите стать таким же человеком поэтому мы должны выбирать тех людей на которых мы хотим быть похожими тех которые с нами идут как минимум в одну сторону тех кто наших взглядов по жизни хотя бы каких-то ключевых так понятно что мы не можем найти одинакового человека это и не нужно ставить себе за цель потому что каждый из нас уникален но хотя бы в каких-то ключевых моментах человек должен иметь такие же цели как у нас это наша футбольная команда интересно ну хорошо передаю привет васильевскому тим я не знаю как правильно произносится расстались с нарциссом психопатом месяц назад странно какая-то подозрительная тишина от него как хищник сидит в кустах хищник наблюдает естественно тишина смотрит что вы дальше будете делать чтобы потом когда вы расслабились когда вы будете в таком состоянии более или менее не ожидать ничего плохого нанести вам какой-нибудь сокрушительный удар поэтому что мы должны делать мы конечно не должны постоянно думать об этих людях фокус внимания все равно надо на себе держать но и быть на готове чтобы дать отпор потому что эти люди иногда возвращаются очень часто даже возвращаются пытаются снова в отношения втянуть снова провести нас по своим там кругом а то я вот закрылась от мужчин вообще после всего этого ужаса еще мое и это очень тяжело ну конечно сразу в новые отношения и не надо прыгать надо поработать над собой это нормально что у вас сейчас гиперзащита очень долго анализировала себя где я ошиблась эти бывшие каждый год мне пишут и звонят я поражаюсь вот видите у вас какой процесс идет в голове где я ошиблась где я ошиблась да нигде вы не ошиблись научитесь уже наконец-то ценить себя ну и поймите что не вас дело конечно конечно у нас есть паттерны да мы можем проанализировать свое детство мы можем покопаться в том почему нас тянет к таким людям но без знаете вот этих крайностей когда мы начинаем винить себя и думать что только мы виноваты но если человек психопат то в чем же вы виноваты вот знаете это просто не полезно особенно вот только только вы выходите из этих отношений и начинаете искать причины в себе это для вас сейчас не полезно полезнее наоборот поднимать самооценку хвалить себя хотя бы какой-то период времени поживите спокойно в том плане чтобы не корить себя вы еще успеете найти в себе причины понимаете всему свое время все надо делать постепенно вот из таких отношений вы ходите вам нужно вспомнить кто вы есть желательно с хорошей стороны себя вспомнить потому что с плохой вы и так уже чрезмерно себя корили скоро будем заканчивать эфир скоро будем заканчивать эфир вот мне просто интересно почему вы ставите своему ребенку такие диагнозы почему вы так пишите про своего ребенка хорошо нет конечно все так все Продолжение следует... Ставить своему ребёнку такой диагноз, потому что он избил меня. А что было до этого? 14 лет — это подростковый возраст. Это возраст, когда бунтуют все гормоны. Это тогда, когда ребёнку нужна максимальная поддержка. Когда нужно проявить максимум терпения. Тогда, когда ещё рано делать выводы о Личности. Потому что в 14 лет, мало того, что, как мне кажется, бушуют эти все гормоны, ещё и сатана, мне кажется, очень часто пытается искусить ребёнка. Ну а как? Сатана никогда не теряет моменты и возможности. И бывает так, что в подростковом возрасте, прожив какие-то очень большие испытания, ребёнок для себя делает выводы. Например, вот если он связался с какой-то плохой компанией, насмотрелся на это, на всё, и для себя делает вывод, что это не мой путь. И потом может кардинально измениться к лучшему. Вполне возможно. А вы уже ему сделали такой диагноз. Вы уже поставили на нём крест. И дети ведь это чувствуют. Они это подсознательно чувствуют, когда идёт такое неприятие, когда его не любят, когда его не ценят. Диагноз ставят уже после 18 лет. В подростковом возрасте никто диагноза не ставит, чаще всего. То, что он вас избил, я очень сочувствую. Просто понимать, вот такие темы, очень тонкие, их лучше всего разбирать на личных консультациях. Здесь, в прямом эфире, я всегда буду за детей. Потому что, как мы знаем, существует очень много родителей нарциссов и психопатов. И дети находятся в позиции слабого. Так или иначе, любой ребёнок находится в позиции слабого. У них меньше возможности как-то вообще сопротивляться. Потому что, куда они пойдут? Вы их жизнь. Вы их хлеб. До 18 лет ребёнок ещё не имеет возможности сепарироваться. И создать что-то своё. Так или иначе, он от вас зависит. Поэтому, если я с прямых эфиров буду вещать о том, что бывают дети нарциссы и психопаты, и нужно предпринимать какие-то яркие меры, то это может быть оружием для тех же самых нарциссов, которые очень любят, собственно, и своих детей, в том числе, делать врагов. Они потенциально на это настроены. На то, чтобы и своих детей, в том числе, тоже унижать и всячески. Поэтому я никогда не буду на своих эфирах говорить таких вещей. Я буду всегда за детей. Есть какие-то меры, чтобы обуздать ребёнка, когда он находится в каком-то бешенстве. Каждый родитель, наверное, знает свой ключик к воспитанию. Каждый родитель своего ребёнка знает. Есть какие-то щадящие методы. Не обязательно отвечать злом за зло. Да, сейчас, вы знаете, элементарно дети все привязаны к тем же самым телефонам, к этим ноутбукам. Забери у него там на какое-то время, он уже на всё согласен. Но это, я сейчас говорю, такие вещи не совсем, конечно, правильные. Да, это уже получается какая-то дрессировка. Я просто вам говорю, это как вариант того, что, в принципе, всегда можно найти какую-то меру без каких-то лишних. Господи, это кто тут ко мне залетел? Это что за существо такое? Вот с таким хоботком. Всё, он улетел. Всё, он улетел. Ещё раз, если происходит вот какая-то тяжёлая ситуация, лучше обращаться за личной консультацией. Ребёночка тоже можно сводить к психологу и использовать какие-то методы в рамках, так скажем, этики. Диагноза мы не ставим до 18 лет. Ребёнок ваш может измениться, может настать такой момент, когда вы будете ещё и гордиться им. Не делайте поспешных выводов. Это, конечно, всё печально. Друзья, вот час у нас прошёл незаметно. Я вас благодарю за участие в канале, за ваши вопросы. Также приглашаю вас на личные консультации. Мой телефон в описании видео. Также вы можете помочь каналу, если сочтёте нужным, тоже по этому номеру. Мы с вами будем продолжать двигаться вперёд. Мы не прощаемся. Оставайтесь на канале, впереди много интересного. Как всегда, обняла, поцеловала в щёчку. Берегите себя. Спасибо. 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 Спасибо.